Здравствуйте! Сегодня я вам хотела снять интересное видео о монотенях, которыми я не пользуюсь и которые я бы хотела немножко подзакончить в следующем году. Я их все засвучила сейчас на своей руке. Как видите, здесь очень большой выбор. Итак, начнем с четырех теней, которые сейчас находятся на прайме для глиттера от NYX. Во-первых, вот такой глиттер от NYX в оттенке CREIST номер 02. Его мне даже тяжело открывать, потому что он не высыпается из дырочек, а нужно полностью открывать упаковку и высовывать даже стоппер. Мне очень нравится этот оттенок и, как видите, он мой любимый. Я его сегодня ношу на своих веках. Потом здесь есть вот такой оттенок, называется Nightingale. Номер пигмента номер 1 от NYX. Это холодный фиолетовый цвет. Вообще-то фиолетовые цвета тяжело найти, скажем так, в палетках хорошего качества. Обычно они все растушевываются в серый, а эти от NYX не растушевываются в серый, поэтому я купила целых два оттенка фиолетовых. Это оттенок, который мне пользовалось больше, более красноватый фиолетовый. Или оттенок Крэйс номер 18. Вот здесь. Дальше я нанесла вот такой вот минеральные тени, тоже на базу от NYX. Минеральные тени от Neve Cosmetics. Как видите, их вообще почти незаметно. Это такой еле-еле заметный оттенок, как и написано, Jellyfish, то есть медузы. Дальше уже без базы я нанесла вот такие кремовые тени от Astro, Jumbo, Stick и Shadow. Их здесь вот столько. Я отмечу все на бумаге, когда закончу делать видео. И на этих тенях у меня цель дойти до половины, потому что стик очень большой, он очень тяжело расходуется. Я думаю, что половина – это наша цель. Дальше у меня вот такие вот тени от Kiko. Подтенки 46, он такой мультихромный. От зеленого к розовому. Но вы, наверное, больше видите зеленую часть этого цвета. Я тоже хочу именно воспользоваться до половины. Сейчас я вам покажу, сколько здесь уже расходовано. Они тоже достаточно длинные пока что. Дальше у меня тени от Pupy. И они одинаковые, как видите. Два оттенка одинаковые. Что случилось? Я купила вот такие тени от Pupy в магазине. Воспользовалась ими несколько раз. Однажды нанесла их мокрым способом. Они замылились. И больше я не могла ими пользоваться. Потом произошло так, что я написала в Customer Service Pupy. И спросила, что случилось. И они мне прислали новый оттенок. Из их новой линейки. Такой же самый. Это оттенок Aquamarine. Потом я додумалась взять скотч и снять верхний слой с этого оттенка. Потому что я поняла, что это было именно после того использования мокрым способом. И вуаля! Тени ожили. И сейчас у меня два одинаковых оттенка. На которых я хочу добраться до дна. По крайней мере добраться до дна. На вот этом оттенке уже есть хорошее углубление. Так что я думаю, что это возможно. На вот этом я очень сомневаюсь, конечно. Но я сначала буду налегать на эти, конечно. И с обоих тенях по одному грамму продукта. Знаешь, что у меня тени, которые я хочу добить полностью? Это три вот таких оттенка в магнитной палетке. Два оттенка в P2. Такой оттенок Marsala. Который похож на мой свитер. И коричневый, который, когда я его высовывала из упаковки, разбился. И мне пришлось его перепрессовать. Он хорошо смотрится в складке века и бровях. И также вот такой вот оттенок Metal Chrome от Essence. Что-то связанное с платином. Он очень красиво смотрится в мономакияже. Буквально чуть-чуть нанести вот таким спонжиком. И макияж готов. Вот такие 11 телей у меня сейчас в проекте. Что вы думаете, получится ли у меня добраться до своей цели? Большое спасибо всем за внимание. И всем пока-пока.